И давайте аплодисментами поддержим вначале. Давай. Спасибо большое. Значит, тема у меня отдел продаж, но перед тем я хочу немножко представиться, рассказать о себе. Поднимите руку, кстати, кто слышал обо мне, о компании Ойли. Много людей, много. Хорошо, но я на всякий случай еще половину не слышала, так что. Значит, кратко обо мне. То есть я прошла карьерный путь от менеджера по продажам в банках до руководителя отдела обучения в Альфа-банке за 4 года. Вышла примерно на доходы 80 тысяч рублей, но меня это не очень устраивало, потому что моя цель была в 30 лет зарабатывать 300 тысяч. Дальше я пошла развивать компанию по сертификации. Было 3 собственника, у них выручка была 700 тысяч рублей в месяц. Я за полтора года компанию вывела на 20 миллионов рублей в месяц оборота без инвестиций. Соответственно, вышла на доход 600 тысяч, но быстро поняла, что мне тоже это не очень интересно. Интересно больше заниматься своим бизнесом. Взяла ряд проект на фриланс и открыла свою компанию, которая называется Ойли. Мы занимаемся развитием, созданием отделов продаж. И что произошло за это время, кратко о своем результате. Соответственно, компания была основана в 2011 году. Удалось разработать свою собственную методологию увеличения продаж, которая состоит из 850 точек роста. Более 4000 компаний. Сейчас мы вышли на объем 1600 собственников. Примерно в год мы обучаем. Средний чек у нас порядка 200 тысяч рублей. Значит, 6 лет уже бизнесу. В этом году исполняется, кстати, 7 лет. И за это время я, когда начинала, ставила себе цель стать номер один в этой нише. По увеличению продаж я таки стала. Сейчас ближайший конкурент, который этим занимается, делает выручку 50 миллионов рублей в год. Соответственно, мы делаем значительно больше. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Мы номер один по уровню клиентов. У нас выручка в прошлом году больше 100 миллионов. Самый крупный клиент – 12 миллиардов долларов. Есть еще более крупный, недавно еще не изменила, 286 миллиардов рублей. В общем-то, у меня учились и миллиардеры, собственники в разных нишах, даже в тех нишах, где доля бизнеса составляет 70% доля рынка. То есть даже имея такую большую долю рынка, все равно владелец приходит, учится, потому что продажи – это ключевая компетенция, как Петя говорил, маркетинг. Но маркетинг – это и продажа, и маркетинг. То есть в некоторых нишах вообще нет лидов. Немножко другая ситуация. И что интересно, что у меня опыт более тысячи ниш. Что это означает? Что мы единственная, наверное, компания на российском рынке, которая занимается отделами продаж, которая не изобретает велосипед в каждой нише, передавая вам свой опыт из других проектов. К примеру, вы занимаетесь газовым оборудованием, а я вам рассказываю, как продавать накладные усы и носы. То есть у меня был опыт работы в банках, и я вам говорю, как в банках это делается. Нет, у меня есть опыт конкретно из оборудования, я рассказываю, как это делается именно там. И вы за счет того, что покупаете у меня эти знания, соответственно, вы сокращаете свой путь на ошибках и экономите кучу денег. Приведу пример. У нас был проект по сокращению кадастровой стоимости земли, например, такая сложная ниша. И там человек вышел на 70 миллионов рублей в первый год за счет того, что мы сразу рассказали ему, какие каналы продаж в этой сфере работают, как строится именно в этой сфере отдел продаж, что нужно делать с точки зрения привлечения лидов и так далее. Это, наверное, идеальная консалтинговая компания в плане того, что это как работала Макинзи. То есть это действительно консультационный опыт. И сами представляете, что через нас проходит 1800 новых клиентов, и с каждым мы взаимодействуем индивидуально. То есть мы, наверное, одна из таких немногих бизнесовых программ, которая дает каждому клиенту персонального эксперта, который его ведет два месяца. И этот эксперт – это человек с доходом в 500 тысяч рублей чистыми. Это директор по продажам из крупного бизнеса, который работает у нас в штате. То есть это люди с опытом работы, там, Микояне, старики Хатабычи и так далее. То есть это очень крутые специалисты. Именно по отделам продаж они были коммерческими и директорами. То есть большой выручкой, больше миллиарда рублей. Значит, у нас персонифицированный подход. И я автор уже трех книг. Одна у меня вышла совместно с Игорем Маном. Он одно время являлся нашим акционером. В прошлом году мы выкупили у него долю в бизнесе. Теперь мы с мужем вдвоем занимаемся этим бизнесом. Вот Артем у нас… Потому что так всем рукой. Артем, на самом деле, очень сильно добавил мне компетенции, потому что Артем работал финансовым директором в крупных компаниях с миллиардной выручкой. И поэтому с точки зрения рентабельности у нас достаточно эффективная модель, потому что мы не сливаем лишние деньги ни на что. И, соответственно, очень хорошо зарабатываем. Больше многих, у кого даже выручка больше. Это имеется в виду с точки зрения кейса, как онлайн-образование. Сейчас вам тоже рассказываю. Значит, вот мои книги. Все из них можно купить как распечатанные, так и электронные. И у меня к вам дополнительный сразу бонус. Во-первых, наш продукт, хочу сказать потом про бонус. Наш продукт – это тренинг по отделам продаж и развитию систем продаж с гарантией результата. То есть если вы внедряете изменения, которые мы советуем, ваши продажи не растут на 30%, мы возвращаем деньги. То есть мы, в принципе, одна из немногих программ, которые реально возвращают деньги. Но сразу хочу сказать, что даже если наш клиент делает 20%, у него продажи растут, потому что это персонально ведет человек, который уже занимался этим бизнесом, и он дает просто правильные рекомендации. Успешные кейсы просто вам расскажу. Рост с 1,5 миллиардов до 3,5. Это компания «Дюфа», лакокрасочный завод. Второе место после «Текурилы», например, наш клиент. Один из первых моих клиентов – это дезинфицирующий завод. Роспродаж со 100 миллионов до 412. Компания «Интерсент плюс». Они, соответственно, тоже такое место на рынке занимают нормальное. Очень много всяких там лидеров и так далее. Ну, в общем, кому интересно, еще отдельно список подготовлю. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у «Акселератора» есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Вот он мой Инстаграм. На самом деле, с точки зрения Инстаграма, да, очень много полезной информации. Обязательно подписывайтесь. Мы два раза в неделю постим видео, и полезный контент выходит ежедневно. Это и кейсы, и техники по продажам. И вот у меня была одна недавно клиентка, которая оплатила наш курс, но она же только за счет Инстаграма 40 тысяч рублей чистыми, выросла до 400 тысяч рублей чистыми в месяц. И сказала мне спасибо. Она сама консультант. Ну, в общем, такая полезность может быть, поэтому выгодно подписаться. И также у меня есть свой канал на YouTube, 40 тысяч подписчиков. Там раз в неделю у нас видео выходит на разные темы. В этот понедельник, кстати, выйдет с Юрченко и Капустиным видео на тему того, как продавать на мероприятиях. То есть с вебинаров, как закрывать, и как закрывать с мастер-классов. Канал называется «Шифр продаж» с Екатериной Уколовой. Я думаю, тоже будет полезно. И можете там посмотреть разные темы. Вне зависимости от того, какой у вас бизнес, какой-то материал точно вам пригодится. И вот некоторые мои клиенты. Как вы видите, что я рассказываю о неких стартапах и о компании крупные. Здесь есть и очень крупные компании. Это «Персона», «Дюф», «Котофей», «Великолуковский мясокомбинат», «Эрнстен Янг», «Виктория Сикрет». Я думаю, хотя бы одну компанию вы знаете. Мы, наверное, единственные в России, кто обладает таким количеством крупных компаний, таким количеством информации обо всех отделах продаж, которые есть. Поэтому, собственно говоря, если кто-то кого-то узнал в своей отрасли, приходите к нам. Мы не расскажем, кто так работает, но мы расскажем, что нужно делать. И перейдем, наверное, к тому, что уже нужно делать. Я расскажу сегодня основные моменты. Сразу хочу сказать, у меня 81 слайд примерно, поэтому мы пойдем достаточно ритмично. Все, что не успеем, если надо бы закончить раньше, могу эту презентацию вам дать. Ну и, соответственно, дополнительные вопросы можете мне уже писать либо в Инстаграм, либо в WhatsApp. В общем, будем взаимодействовать. Первое, что нужно сделать для того, чтобы хорошо… А, кстати говоря, вот в этом месяце с точки зрения результата мы тоже номер один. И в первую очередь хочу сказать, что что рассказываю, все делаю сама. И, наверное, единственный консультант по продажам, у кого есть свой отдел продаж, у меня их четыре. Соответственно, и все, что я рассказываю, у меня внедрено. Это работает внедрено в моих клиентах. Это тоже работает. То есть не теория, а чисто практика. И первое, что нужно сделать, такая первая основная ошибка, которая у многих есть, это отсутствие планов продаж. Что такое планы продаж? И вообще декомпозиция. Соответственно, вы берете ту прибыль, которую вы хотите зарабатывать, и дальше вы ее декомпозируете по каналам продаж, и декомпозируете, например, по лидогенерации, по текущей клиентской базе, и по новым клиентам. Точно так же внутри продуктов можно декомпозировать. Здесь приведен кейс с компанией, которая занимается стоматологическими услугами. На самом деле в стоматологиях очень жестко продают. И есть офигенные кейсы, когда стоматология генерирует на кресло одного стоматолога 5 миллионов рублей. У меня вот такой был. Это очень эффективно. Значит, как там все устроено, чтобы вы понимали, что есть, к примеру, сотрудники колл-центра, которые генерят трафик на врачей. Есть врачи, которые закрывают в кабинете, делая полный осмотр. Есть менеджеры, которые закрывают после врачей на договор. Соответственно, вот таким вот образом распределена схема продаж. То есть три позиции плюс маркетинг. И здесь как раз, как вы видите, что есть заявки, есть приглашенные, есть пришедшие к врачу, имеется в виду. Дальше есть купившие, дальше есть первичная выручка по контрактам и вторичная выручка. Как раз собственник посчитал, сколько он хочет зарабатывать в прибыли денег. Он разбил это на все показатели. Стало понятно, сколько каждого показателя нужно делать. Исходя из этого, спланировали организационную структуру отдела продаж по количеству на основе производственных мощностей отдела продаж. И дальше, соответственно, у нас получилась картинка по каждой цифре, которую мы начинаем контролировать каждый день. Здесь многие говорили, что важно делать еженедельный контроль. Но в моей личной компании он происходит ежедневно. И ежедневно собираются все цифры. Я недавно проводила интервью с компанией Первый Бит. Это порядка 10 миллиардов оборота на 1С. Там собственник точно так же все цифры собирает каждый день. Ну, итогово имеется в виду. И он управляет отклонениями. Поэтому, на самом деле, в идеале, если вы декомпозируете свою прибыль вплоть до цели каждого дня каждого сотрудника, и в случае, если не делается итоговая цифра выручки или прибыли за день, вы сможете внутрь любого сотрудника погрузиться, понять, кто отстает, и понять, кто виноват. Если ваш бизнес так не раскладывается, то это очень плохо, потому что у вас будет падать продажа, но вы не сможете ничего подкорректировать, починить свою систему. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Как бьется план? То есть, кратко, если про план рассказать, то первое, что вы ставите себе в цели, это прибыль. Ну, к примеру, вы ставите себе цель зарабатывать 15 миллионов рублей в месяц чистыми. К примеру, такая цель. Дальше вы по средней маржинальности понимаете, сколько это примерно выручки. Дальше сколько это оборот по направлениям. К примеру, у вас есть несколько направлений онлайн и оффлайн, например. Либо у вас есть направления торговые сети, дистрибьюторы и параллельно опт, например, какой-нибудь мелкий. Дальше оборот по новым клиентам и оборот по текущим клиентам внутри каждого направления. И дальше вот как раз та формула, что это равно количеству чеков. То, что Петя рассказывал. Соответственно, количество чеков в каждом направлении, потому что все равно вы сегментируете. Есть бизнесы, в которых есть новые клиенты, в которых есть текущие. И, соответственно, в текущих клиентах ваш план ставится от чего? От текущей выручки и доли в их закупках. То есть вы понимаете, сколько он берет у вас, сколько у других. И у новых клиентов вы идете от воронки продаж с конца. То есть, грубо говоря, сколько вам нужно чеков получать. И дальше наверх, вплоть до количества звонков. И таким образом вы понимаете каждый день, сколько нужно, каких действий делать, каждому сотруднику, для того, чтобы делать этот результат. Но мало это просто декомпозировать. Очень важный момент. Потом это все заложить в систему мотивации персонала, заложившись рисками, что если они что-то не сделают, чуть-чуть побольше заложив в сумме, чтобы у них получилось. К сожалению, 85% компаний, планы собственника никак не связаны с планами сотрудников. К примеру, у меня последний кейс. Буквально перед конференцией была компания, которой начали у нас обучаться. Компания является риелторским бизнесом в Сочи, кстати говоря, недалеко отсюда, и продают 120 квартир в месяц. Это очень хороший результат, потому что у них примерно 32 миллиона в месяц. Это их комиссия, которую они получают. То есть это очень сильная компания. Мега все автоматизировано там и так далее. Но мы нашли ключевую ошибку. Планы сотрудников не совпадают с планами. То есть собственники хотят больше делать, а сотрудники сейчас делают тот план, который поставлен. А план этот никак не связан ни с количеством лидов, и равен, допустим, 400 тысяч рублей. И сотрудники от этого не хотят больше лидов делать, потому что тем количеством, которое есть, они делают и так. То есть нет связи, понимаете, сквозной. И за счет этого нет того результата, и нет того роста, который нужен. Про мотивацию чуть позже расскажу. Дальше вы делаете воронку полидогенерации, если у вас на входящем трафике, если у вас телемаркетинг на исходящем трафике, соответственно, у вас воронка телемаркетинга выстраивается. То есть все с конца вы выстраиваете. Вот как, опять же, говорилось до этого, что вы ставите себе какую-то глобальную цель на 10 лет, потом на 5, потом на 3 года, потом декомпозируете до года, и потом этот годовой план вы декомпозируете на эти цифры, и, соответственно, эти цифры декомпозируете до каждого дня, каждого сотрудника. Значит, и таким образом у вас рождаются планы на каждый день по обороту. Вот очень интересно, знаете, в начале месяца всех спрашивают, какой процент выполнения плана у вас на текущую дату. К сожалению, сейчас месяц закончился, поэтому у всех будет ответ на этот вопрос. Но часто, когда собственника спросишь первого числа, первый день рабочий в месяце, он не знает ответ на этот вопрос. То есть он только может в конце оценить, какой процент выполнения плана. Значит, и планы активности на каждый день. Вопрос, у кого это все сделано, поднимите руку. Вас немного. Ясно. У меня, конечно, это сделано. Это очень помогает. Вопросы будут в конце выступления. Копите вопросы, просто чтобы много слайдов, чтобы все успеть. Следующий момент. Отчеты здесь и сейчас. Что это такое? После того, как вы все разбили, у вас получилось, если у вас розница, допустим, офлайн, то у вас будут планы ставиться в зависимости от рабочих суббот, воскресенья, вторников, понедельников, потому что там разные планы. Если у вас просто B2B, вот классические, где не зависит от дня недели выручка, или если у вас онлайн школа, то есть там особо не зависит, скажем, трафик идет и идет, собственно говоря, вы тогда просто делаете вот такую таблицу. Таблица называется процент выполнения плана на текущую дату всеми сотрудниками и, соответственно, руководителем отдела продаж. Как оно считается? То есть вы выручку в месяц делите на количество рабочих дней месяцы, умножаете на количество отработанных дней, у вас получается объем, это план на текущую дату, и вы факт делите на эту сумму, у вас получается процент выполнения плана. Собственно говоря, каждый день нужно эту цифру считать по всем людям. В маркетинге и в продажах. Если вы это делаете, вы сможете вовремя среагировать. Помните, вам говорили про итерации, что их можно делать раз в неделю? Можно делать даже каждый день. Понимаете? Нужно уметь быстро меняться. Вот эта ключевая компетенция достигается как раз за счет вот этих отчетов, которые, если все планы делают, вы можете отдыхать под пальмой и ничего не делать, но если кто-то не делает, вы должны суметь погрузиться вплоть до самого низа. Значит, какие тут цифры есть? Процент выполнения плана на текущую дату, факт. Осталось до конца недели. Я всегда пишу сотрудникам, чтобы они увидели, сколько еще надо сделать в объемах. План на месяц, дни, месяцы. Можете все сфотографировать. Тут дальше все остальное расчетное. И вот мы смотрим и того по отделу, что происходит. Такой же отчет, кстати говоря, первый такой отчет придумала компания Boeing. И производительность завода Boeing выросла на 20%. 15% назывался этот отчет whiteboard отчет. И что это означало? Что каждый сотрудник видел свои результаты на доске, которую видели все. Если вы в отделе продаж, повесите просто доску, на которой каждый сотрудник будет в конце дня писать свой процент выполнения плана на текущую дату, ваши продажи вырастут на 15%. Это абсолютно глупое действие. И неважно, вы в рознице работаете, в онлайн-школе или где-то, это везде всегда работает. В общем, мы это уже протестировали. Просто вешаете доску. И даже если человек сегодня сделал ноль, он стирает старый ноль и пишет новый ноль. И после того, как он три раза ноль написал, ему уже морально тяжело, ему не нравится эта ситуация, и он начинает выстреливать. Так же и роб. Роб тоже свою ноль стирает и пишет новый ноль. Все отчеты, которые где-то там на дэшборде никто не видит, не работают. То есть в отделе продаж надо повесить так, чтобы видели все и всех к нему развернуть, к этой доске. Значит, следующий момент, это вот используется больше в B2B. Значит, вы должны понимать, если у вас не делается план на текущую дату, у вас должен быть план оплат на месяц, на неделю. Вы должны видеть, какие деньги придут в ближайшее время. Таким образом, вы будете понимать, есть ли у них что-то в плане. В планах, понимаете? Если вы этого опять-таки не видите, то вы не сможете управлять. И как это можно настроить? Либо же сделки с определенным статусом из CRM приходят к вам на почту. Мне больше нравится, когда робы, они сами как-то это готовят, чтобы у них было осознание того, есть у них какие-то там запасы или их нет. Вот, значит, что там пишется? Ну, любые данные по сделке, то есть объемы, потенциал, там, название клиента, общаемся с LPR или нет, там, и так далее. Все важные, значимые для вас вещи, то есть они высылаются вместе с этим отчетом доска, ропом вам в конце дня. То есть таким образом, вы понимаете, опять же, отчеты в CRM, это классно, но если отчеты в CRM, если они автоматизированы, не всегда означает, что руководитель, он осознал эту ситуацию. То есть он может, ну, просто даже не посмотреть какой-то отчет, и у нас руководители отделов продаж, это бывшие экономисты, юристы и прочие люди, кто неизвестно, как получил образование, и кто научился управлять отделом продаж, как-то сам. Отсюда и проблема, что если ты берешь бухгалтера, ты хотя бы понимаешь, что он что-то знает, то если ты нанимаешь ропа, коммерческого директора, то вероятность того, что он не знает ничего, она очень высока. Поэтому не стоит удивляться, что каких-то моментов люди не делают. Значит, следующий момент, это факт оплат за день, обязательно тоже вы должны знать, и рэперные точки в середине дня, то есть ваши руководители отделов продаж, они должны настроить чаты, либо же это делается, ну, и в чатах отписывается в течение дня по деньгам. Значит, как происходит часто, то есть какие-то люди обещают платить, отгрузиться и так далее, но они переносят оплату на завтра. Особенно, кстати, это для онлайн-школ важно, я хочу сказать, что клиент, чем дольше находится у вас у менеджера по продажам, тем быстрее он остывает. И если вы его не закрываете в 3-2 дня после вебинара, то, скорее всего, вероятность, что он оплатит, она будет небольшая. Поэтому чем быстрее вы закроете на продажу, тем и лучше. Если у вас клиент перенесся, особенно на выходные, то уже в понедельник вы звоните этим клиентам, они уже посоветовали с женой, с мужем и так далее, и все. Ну, то есть клиента может не быть. Поэтому это нужно принимать во внимание, есть такая специфика. Если говорить про другие бизнесы, то там происходит другая ситуация. Там у бухгалтера ключи от бухгалтерии съедает котенок, и он не может забраться в бухгалтерию, и поэтому счет сегодня не оплатили. Но какая-то появляется всегда глупая причина, почему оплаты нет. И она такая, так искренне звучит от этого менеджера, поэтому ему надо в середине дня всегда напоминать одно и то же. Ты на WhatsApp позвонил, ты смс-ку написал, ты спросил, кто вместо него может оплатить, ну и так далее. Ты по договору позвонил, они закрывают свои глаза, и вот так в зоне комфорта думают, что им оплатят, и даже иногда не звонят в течение дня, платежку не получают и так далее. Для этого нужен вот такой вот контроль в чатах, то есть все должны отписываться, какие есть платежки. Платежка считается только с исполненной, просто платежка не считается. У нас в России как в Китае, то есть договор подписан, не считается, платежка не считается. Понимаете? Есть такая специфика. Следующий момент очень классный, про него говорили, вот как раз Хади циклы, скажем так, вот другая технология, есть управленческий цикл PDCA, есть очень классная книга, которая называется «Управление результативностью», и, собственно говоря, в этой книге как раз рассказывается про цикл PDCA, Plan, Do, Check, Act. Это означает, что вы никакой цели не добьетесь с первого раза, и все успешные люди, они просто вот проходят этот цикл, планируют, делают, проверяют, меняют, и также происходит управление продажами, поэтому мы рекомендуем делать контроль, и собрание в отделе продаж ваш роб должен делать каждый день. Вот если он делает каждый день собрание по оплатам, по отгрузкам и так далее, то у вас будет результат. Если он не делает и делает раз в неделю, то, скорее всего, результат будет на 20-30% хуже по итогам месяца. Поэтому здесь обратите внимание. Дальше, после того, как у вас нет процента выполнения плана, ваша задача в первую очередь посмотреть на активность персонала, посмотреть, чего они, сколько делают. Все эти моменты настраиваются уже автоматизировано, значит, звонки настраиваются в IP-телефонии, встречи настраиваются в программках, которые считают встречи, например, есть там такая программа, как Repsly, там, в принципе, можно видеть, как человек переезжает с точки на точку, сколько он времени потратил на дорогу, где останавливался и так далее. То есть уже мир не будет прежним. Звонки с мобильных записываются, есть специальные приложения, которые интегрируются с CRM-системами, поэтому, то есть все, продавцам деться некуда, им остается только продавать. Значит, все эти цифры можно посчитать, ваша задача просто декомпозировать. Ну, вот здесь как раз там, видите, звонки, подборки, которые высылают, это коммерческие счета, оплаты в штуках. Вот и на каждый день, и план на каждый день, видите, и план-факт. Дальше воронка. Соответственно, воронка в продажах строится, на самом деле, в инфобизнесе очень легко. Клиент, который попадает в воронку, он сразу становится новым клиентом, дальше происходит его квалификация, целевой или нет. После этого высылается коммерческое предложение и программа. Дальше он определяется с датой обучения, соответственно, клиент заинтересован. После этого уже обещал оплатить, и дальше можно там, деньги пришли. То есть вот и вся воронка, то есть она очень простая. Если у вас битубишная какая-то история, то воронка всегда зависит от канала привлечения, где-то это холодные звонки, и тогда клиенты сразу должны в базу попадать, где-то это, соответственно, входящий трафик. То, что там сразу все должно заводиться автоматически, не стоит доверять менеджерам по продажам. Примерная разница в количестве заявок, если вы доверились и мы не доверились. Соответственно, если не доверились, будет в два раза больше заявок. Это уже тоже проверено, поэтому в CRM все заводим автоматизировано. Ну и, естественно, проставляем обязательно UTM-метки, для того, чтобы раз в неделю посмотреть отчет по продажам из разных каналов, сравнить, какой канал вам больше приносит денег, и основные деньги вложить в тот самый канал. Это если вы занимаетесь онлайн-бизнесом, все видно, сколько принес вам Инстаграм, сколько принес вам ВКонтакте, сколько принес вам Фейсбук. В Инстаграме тоже можно поделить директ, коллаборации или таргетированная реклама. То есть это все уже можно посчитать, и это на самом деле не так сложно. Значит, воронки мы настраиваем все эти этапы, все эти цифры, длину сделки нужно понимать, конверсии, и основная фишка воронки – это работа с конверсией. То есть что нужно сделать, чтобы конверсия увеличилась. Значит, первое, нужно разбить воронку по канально, по продуктам, по целевой аудитории, по процессу продаж и, соответственно, по точкам, через которые зашли клиенты. Значит, когда у вас есть такая декомпозиция воронки, вы уже сможете более это все подробно посмотреть, потому что в зависимости от того, что и как, это все через фильтры настраивается в CRM-системе, автоматизировано все заполняется, часть заполняет менеджер моментов. Через фильтры выгружаете, понимаете, где у вас точка роста. И сейчас это немножко пропущу. И, наверное, важным моментом является понимать, что влияет на конверсию с точки зрения отдела продаж. Первый момент – это квалификация персонала. То есть если у вас все плохо разговаривают, у вас не будет результата, в частности, если менеджеры идут не по схеме. То есть вам нужно поведенческую модель разработать. То есть как менеджер говорит, какие поведения он должен демонстрировать, чтобы конвертировать. То есть это основная задача. Опять же, как вы воронку настроили в CRM, под каждый этап, где происходит взаимодействие с менеджером вашего клиента, вы прописываете поведение. И таким образом достигаете конверсии. Дальше также конверсия достигается за счет дополнительных точек контакта. То есть если вы включаете, допустим, digital pipeline, то есть рекламу, которая показывается клиенту, когда он уже находится на теплых этапах в вашей воронке, то это помогает менеджеру больше продавать, к примеру. Можете поменять коммерческое. То есть часто это тоже влияет на конверсию в продажу. Ну и остальные точки контакта. Всего их может быть на самом деле 186 разных. Мы сейчас все перечислять не будем. Просто везде, где клиент соприкасается с вами, если вы это меняете, то это может дать результат. Это нужно понимать. Дальше. Следующий момент – это продукт. Вот то, что Петя говорил, что если у вас НПС по продукту низкий, глупо ожидать хороших продаж. Поэтому НПС нужно замерять ежемесячно и регулярно. И значит, если НПС у вас маленький, то нужно спросить клиента, что сделать, чтобы в следующий раз было 10. И как следствие вы получите рекомендации от клиента, и ваши продажи тоже вырастут, если вы это измените. В первую очередь нужно работать с клиентами, которые поставили восьмерки, семерки. Соответственно, от этого будет рост продаж. Ну и понятно, что если у вас нецелевая база льется в CRM, то вы не получите продаж. То есть если менеджеры либо не туда звонят, либо у вас заявки непонятные. То есть, к примеру, вы продаете сервис по бизнесу, или бизнес-курс, а у вас там заливаются через CPA какие-нибудь студенты. То есть тут не произойдет конверсии, поэтому это нужно отслеживать через этап воронки квалификации. И если бизнес-процесс у вас какой-то неправильный, и продаж прописана неправильная воронка, то, соответственно, тоже результата не будет. Значит, следующий момент, который важно заранее планировать, это план по лидогенерации составлять. И тут есть различные источники. Опять же, это все нужно запланировать и привязать к мотивации разных маркетологов, которые у вас занимаются трафиком. Правильно сказали, что не нужно самим, наверное, настраивать рекламу. Тем не менее, зарплата у людей, которые занимаются лидогенерацией, должна быть привязана к результату. Первый шаг, наверное, привязать к заявкам. Второй шаг – продажам. Третий шаг – привязать уже крои, возврат на уложенные инвестиции. Соответственно, заметила, что часто маркетологам план не ставится и нет результата. Значит, вот примерно как выглядит. Соответственно, можете для себя запланировать, прописываться стоимость и количество. Потом контролируете опять-таки план-факт. И примерно базовый уровень, когда вы на заявке мотивируете. Соответственно, как можно привязать мотивацию. Можете сфотографировать, потом по формуле подставите цифры и поймете, что и как. У кого мотивация привязана к плану по заявкам? Есть такие? Тоже немного людей. На самом деле процентов 5. И последний момент расскажу. Это, наверное, про CRM-систему. Что важно внедрить в отделе продаж. Без CRM-системы ваши сотрудники будут обрабатывать 50 сделок в работе. С CRM-системы это будет 450-600. То есть тут сразу же ответ на то, зачем нужна CRM. Значит, первое, что нужно сделать, это автоматически заводить сделки по текущему клиенту, например, интегрировать с телефонией, с e-mail, с соцсетями. Это уже реальные специальные сервисы. Дальше смс о прочтении коммерческого предложения. Очень удобно, если у вас любая ниша. Клиент открывает, менеджер знает, менеджер звонит в этот момент, обсуждает КП. Дальше заводить автоматически сделку при покупке автопродукта, например, чтобы продавать что-то дороже. Digital Pipeline. Можно роботизированно распределять лиды. То есть система может это делать за 30 секунд, за минуту. Дальше отчеты о просроченных задачах, потому что важно, чтобы задачи не просрачивались по CRM, и чтобы по всем сделкам были новые задачи, чтобы все велось хорошо. Соответственно, такие отчеты могут приходить в Telegram, и может не распределяться дополнительное количество лидов, если они не закрывают все вопросы по клиентам. Дэшборды разные в Telegram можно делать и интегрировать с мессенджерами. Это будет здорово. И, соответственно, здесь в плане чек-листа, вот как проверить, что ваш CRM работает хорошо. Первое, работает, вернее, плохо. Первое, если у вас работа из контрагентов, не из сделок. Если нет воронки, это ведется плохо. Дальше нет интеграции с сайтом. В сделках неправильно настроен процесс. Нет интеграции с телефонией. Значит, вы не сможете работать над конверсией. И часть отчетов заполняется вручную. Нет интеграции с аналитикой. Руководители не ставят групповых задач. Не сравнивайте работу сотрудников с CRM. Это все говорит о том, что вы используете ее не на 100%. CRM на самом деле позволяет, когда нет активности или когда она хорошая, посмотреть, почему все-таки не происходит продажа. То есть более глубину посмотреть. Понять, как работает робот с сотрудниками. Это все на самом деле очень важно. Если вы хотите хорошо зарабатывать. И, наверное, на этом все. Так получается. Значит, и вот здесь приведены примеры. Вот смотрите, допустим, можно сделать выгрузку по каналу. Он дает 38% конверсии. А, допустим, другой 8% конверсии. Ну, это вот то, о чем я говорила по канально. Дальше можно по менеджерам посмотреть. Видите, у одного конверсия 0 в продажу. У другого 8%. То есть понятно, что тут алиды одинаковые. И, в общем-то, можно смотреть, на каких этапах кто лучше работает, и эту информацию передавать другим. Вот отчет pipeline. Это вот сделки в оплате, которые автоматом из CRM выгружаются. И вот по принципу kanban. То есть когда нет продаж, по идее робот должен с самого горячего статуса поговорить со всеми сотрудниками. И сделать так, чтобы план все-таки сделался, подсказать им, как закрывать. Точно так же, кстати, рекомендую, помимо руководителей отделов продаж, которых должно быть минимум два, чтобы была конкуренция, если у вас один человек продажами занимается. Это неправильно. Еще Сталин говорил, что две команды с одинаковыми задачами, работает каждая лучше, чем если будет одна. И точно так же рекомендую тренеров еще. То есть когда количество сотрудников уже достигает 15-20 человек в продажах, вы можете взять тренера по продажам, цена его 50 тысяч рублей в месяц, оклад в разных регионах по-разному, и он каждый день будет заниматься с каждым вашим сотрудником, заниматься тем, чтобы у них поменялись звонки. Не надо привлекать никаких звезд. Все банки работают по-другому, страховые и так далее. У них приходят просто зеленые сотрудники, их обучают, и они работают хорошо. Поэтому тоже обратите на это внимание. И вот сервисы к внедрению хотела порекомендовать. Соответственно, с точки зрения телефонии, CPU не Актел Астериск. CPU не самый простой сервис. В чем фишка еще, что рекомендую звонить, кстати, с мобильных телефонов, чтобы увеличить дозвоны. Покупаете обычный мобильный телефон у IP-провайдера, и если у вас менеджер будет звонить с городского телефона, трубку будет брать реже, и перезванивать будет реже, чем если с мобильного. И как раз в IP-телефонии можно купить несколько мобильных и сделать подмену номера менеджеру. Следующий момент – это скорозвон. Для тех, у кого есть задача прозванивать огромные базы, он позволяет делать так, чтобы ваш сотрудник был на линии 6 часов. Одновременно, то есть, сами понимаете, 6 часов из 8-часового рабочего дня – это мегаэффект. Компания, у которых стоят системы по наподобию скорозвон, она очень недорогая, они делают иногда по 200-150 звонков в день на сотрудника. Следующий момент – это CRM. CRM мы рекомендуем AMA CRM, Bittrex Pipedrive 1S CRM. У AMA CRM, скажу сразу, очень большое количество интеграций. Они вам помогут и с мессенджерами, и с соцсетями. Даже можно сделать, чтобы, когда вам пишут в Instagram, у вас CRM-ки, это появлялось, вы можете отвечать. То есть, это очень удобно. И настройка такой системы стоит недорого. И еще два сервиса. Вот B2B Family – это как раз смс-ка от коммерческого. И LILU – это интеграция с мессенджерами. То есть, в принципе, если вы хотя бы вот эти моменты сделаете, то уже будет результат. Хотя моментов на самом деле больше. Я могу на этом закончить. Могу еще про мотивацию менеджеров рассказать. Ну, давай пять минут вкратце про мотивацию. И будем задержать, потому что еще выступление. Хорошо. Значит, вкратце расскажу еще про мотивацию, потому что это очень важно, и она сопряжена с планами. Какие мы принципы используем? Это наша собственная технология. Первый момент, который важный. Сотрудники, которые делают план, должны получать в три раза больше, чем те, кто его не делает. Соответственно, это очень важный принцип. Если разница у вас между теми, кто делает план, а кто не делает, небольшая, то у вас сотрудник талантливый будет приходить, он будет расстраиваться и переходить тех, кто не делает план. Таких примеров у нас было много. Следующий важный принцип – это большие пороги. Значит, о чем он говорит? Что если сотрудник не делает 80% плана, вы ему платите ноль бонусов. Вы ему не платите 1%, 2% или 3%, или какой-то маленький бонус. В общем, вы платите просто ноль. Ну, то есть платите только твердый оклад, который платится за приход на работу. Сейчас позже расскажу. Значит, и также принцип Дарвина, который позволяет вам не увольнять людей самим. Они сами уходят от вас. Те, кто не делают план, получают ниже рынка труда. Те, кто делают план, получают выше рынка труда. Таким образом, вы задерживаете у себя талантливых людей, менеджеров, которые действительно классно продают. Да, у вас будет определенная ротация на маленьких сроках. Нужно будет создать свою HR-службу, которая качественно работает, генерит необходимый трафик на замену. Тем не менее, хороший будет оставаться. Но при этом плюс, что вы не будете говорить, он же классный, жалко его увольнять. То есть вот этого у вас уже не будет. То есть они сами уйдут. Это хорошо. Значит, про другие, наверное, не буду сейчас рассказывать. Вот еще в рознице, как такая фишка, это деньги сразу работают. То есть если у вас розница, и вам надо сделать дневную выручку, или конверсию, или средний чек, вы прям делите выход, стоимость выхода и стоимость за средний чек, если он сегодня сделал за конверсию, дополняете дополнительных денег, он сразу берет их из кассы вечером. И, как правило, если вы даже повысите планы по конверсии, среднему чеку на 30%, у вас сразу будет прирост. То есть это простой инструмент, который дает быстрый эффект. Протестировано на салонах красоты, на розничном бизнесе, то есть на разных вещах. И, значит, как делится мотивация? Первое. Каким должен быть оклад? Знаете, есть такая фраза «Волк должен быть голодный». Это как раз про продавцов. Если у вас продавцы слишком много получают окладом, то шансы, что они что-то продадут, они очень маленькие. К сожалению, уровень потребности очень маленький, и есть продавцы, которые могут читать тренинг, как на 40 тысяч прожить с тремя детьми, и с женой, и жена не работает. Поэтому тут такой момент, то есть оклад должен быть достаточно небольшой. Зависит от региона. Примерно считаете, снять однушку делим на два, плюс продукты из магнита. Это формула минимального оклада. Просто везде стоимость жилья разная, поэтому тут уже на свой регион. Значит, хлебу – это оклад, маслу – это мягкий оклад. Дело в том, что у нас сотрудники, они не понимают, что за оклад нужно работать. То есть когда ты их спрашиваешь, за что ты получаешь оклад, они говорят за то, что я пришел на работу. Наверняка все сталкивались. Поэтому здесь нужно платить мягкий оклад, как бы объясняя, что если ты вот это не сделаешь, то у тебя не будет потом продаж. И в зависимости от своей организационной структуры отдела продаж, вы мягкий оклад начисляете за разные. Приведу несколько примеров. К примеру, у вас менеджеры по продажам привлекают новых клиентов. Тогда вы будете платить, к примеру, за количество новых клиентов и за количество звонков. Работают с текущей базой. За миграции клиентов из категории в категорию ABCXYZ. Плюс, допустим, вы будете платить за количество запросов от текущих клиентов на просчет. Ну и так далее. Если у вас онлайн бизнес, то у вас менеджеры не делятся. Они могут делиться только в одном случае, когда вы в Инстаграме получаете комментарии. И там тогда будет делиться на тех, кто собирает телефоны и превращает комментарии в лиды. И, соответственно, на тех, кто обрабатывает уже входящие заявки. А так менеджеры в основном не делятся. В таком случае у вас будет KPI. Мягкий оклад на количество звонков, на качество разговоров, например. И можно еще поставить KPI на равномерность выполнения плана. То есть что означает, что на конец каждой недели на пятницу у вас 100% выполнение плана на текущую дату нарастающим итогом. Это важный момент, потому что иногда все в последний момент делают. Но это неинтересно. То, что по кэшфлоу нам нужен стабильный денежный поток. И другие цифры рассказала. И дальше Ikrow – это бонус выполнения плана, который как раз, если менее 80% плана – это 0. От 80% до 100% плана – это, как правило, коэффициент единичка. И в два раза большая цифра, если больше 100% выполнения плана. То есть самое главное понять, что вы декомпозировали план продаж и дальше привязали таким образом к мотивации каждого сотрудника вашей компании. Планы ваших сотрудников должны быть… Ваш план – это их 120% плана, это их 100% плана. Их 80% плана – это ваши 100% плана. То есть вы им завышаете. План руководителя – это, как правило, сумма планов сотрудника минус 10%. В принципе, если вы настроите хотя бы такую систему, то у вас уже будет эффект по продажам. Кому интересно, я вышлю ребятам, вернее, она у них уже есть, эта презентация. И тут у вас будет возможность очень много еще моментов всяких дополнительно получить и применить их уже… Кто хотел бы презентацию получить? В своем бизнесе. Супер, круто. Кто хочет более подробное объяснение, оно как раз есть в моей книге и есть также на тренинге. Продолжение следует...